Ну, на самом деле, в этом законопроекте фактически кто-то очень некрасиво склеил две совершенно разных темы. Первая — это тема, которая столкнулась в прошлом году, общество наше, когда произошла эта скандальная выходка «Пуссирает». Оказалось, что наказать фактически по адекватной статье за эти деяния никак невозможно, при том, что очевидно, что они были реально пощечены обществу, они были очень некрасивой выходкой в отношении православной церкви, всех верующих и так далее. Но в нашем уголовном кодексе не оказалось статьи, за которую можно было бы предъявить. И когда в этом законопроекте говорится о необходимости наказания тех, кто, скажем, врывается в церкви, нарушает бы ход богослужения, что-то там вредит, калечит, совершает какие-то безумные выкрики и хулиганства, вот как, опять же, например, недавно эта группа «Фэмин» в Нотр-Даме в Париже устроила, за это совершенно справедливо надо карать, и надо карать жестко. А дальше там, в этом же законопроекте, идет очень странная, очень гадкая фраза о том, что аналогичные кары полагаются за оскорбление чувств религиозных убеждений верующих. Дело в том, что в отличие от пространства храма, от богослужения, от священных предметов, от священной территории, которая есть в храме, скажем, например, амвон, на который тогда ворвались пусера, это священная территория, там не могут находиться женщины просто так. Разговоры об убеждениях и о чувствах – это чувство субъективных моментов. То есть человек может испытывать самые разные религиозные чувства, эмоции и так далее. И их может задеть любая мелочь. Вот я вот недавно, например, поссорился со своими знакомыми, с целым рядом, из-за того, что они начали тиражировать гадкие наезды на многодетную мать из Тулы, которая позволила себе сначала Катя Винокурова, потом газета «Московский комсомолец». Мне показалось, что для моих друзей подобная позиция фактически ненависти к детям и многодетным абсолютно неприемлема.